Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. На этой неделе, 27 января, региональное отделение Союза архитекторов России выступило с открытым заявлением о критической ситуации в градостроительной сфере областного центра. Более того, профессиональное сообщество выразило недоверие главному архитектору Архангельска Евгению Бастрыкину. Чем вызвано столь жесткое решение, узнаем из первых уст. Главный архитектор Архангельской области, член правления Архангельского союза архитекторов России Дмитрий Яскорский сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Дмитрий Станиславович! Добрый день! Ну почему же это решение было принято в 2014 году, вот сейчас? Ведь это же все дело не сегодняшнего дня. Да, вы правы. И об этом Архангельская организация на пресс-конференции и в своем заявлении очень четко и ясно указала, что проблемы с реализуемой в Архангельске градостроительной политикой, они носят не вчерашний день совершенно, они в общем-то тянутся с 2007 года. И еще в 2008 году общим собранием Архангельская организация выражала тогда недоверие главному архитектору города именно по его, так сказать, компетентности в занимании этой должности. Речи о, так сказать, членстве или нечленстве в Союзе архитекторов тогда не шла. Мы считали, что у него такой же член нашей Архангельской организации, как и мы все, и поэтому, безусловно, так сказать, считали, что это будет самой крайней мерой. Ну вот для нас это, так сказать, крайняя мера та, которую мы вынуждены сегодня назрела сейчас. Какие основные претензии у членов Архангельского союза архитекторов к архитектору города? Ну, во-первых, самое главное это то, что градостроительная политика это не удел решения одного человека. Это не удел принятия серьезнейших, важнейших решений, решением исключительно в ведении одного конкретного человека. Даже если этот человек абсолютно гениален, даже если он обладает потрясающей прозорливостью, талантами и профессиональными навыками и чутьем, не способен человек в едином, так сказать, качестве, единолично, так сказать, принимать такие, такого характера, такие управленческие решения, которые влияют на развитие областного центра, в частности. К сожалению, генеральный план города, который разрабатывался достаточно длительный период, и здесь, на этой стадии, на первоначальной стадии разработки генерального плана, действительно, Архангельская организация привлекалась к обсуждению, и мы принимали участие в обсуждении. Простите, я вас перебью, а это где-то прописано, что вы должны принимать участие, что вот это решение не может быть единоличным? Есть процедуры, предусмотренные Городостроительным кодексом Российской Федерации, и эти процедуры, во-первых, предусматривают именно обязательное обсуждение таких документов, документов территориального планирования, во-первых, на процедуре публичных слушаний. Кроме того, публичные слушания — это отношение исключительно заказчика, муниципалитета, и, так сказать, самого большого, открытого, так сказать, вот, круголиц, будем так говорить, неопределенного. Здесь и граждане, здесь и организации, любые общественные организации могут принимать участие. Но это уже обсуждение принятых решений. Многие годы, десятилетия существовало и по-прежнему существует работа, которая, значит, должна быть, по нашему мнению, это работа коллегиальных экспертных органов при, так сказать, органах местного самоуправления, которые должны помогать на профессиональном уровне вырабатывать грамотно, извешенно и профессионально, профессионально, так сказать, отрабатывать все вопросы, связанные с планировкой территории. И таким органом всегда был Городостроительный совет. Вот этот Городостроительный совет, по сути своей, он упразднен. И в заявлении Архангельской организации об этом и говорится, что мнение профессионального сообщества игнорируется. А это мнение не узкой группы людей, значит, заинтересованных в корыстных интересах, как вот сейчас об этом нас называют, а это мнение вообще-то профессионалов, за плечами которых много Городостроительных проектов и реально реализованных профессионалов. Почему их мнение игнорируется? Это неправильно. И результат этого те, очень серьезные замечания, очень серьезные погрешности и ошибки, которые сегодня допущены в генеральном плане. Казалось бы, эта ситуация, ну, генеральный план, это такой стратегический документ. Но сегодня на основании генерального плана уже разрабатываются проекты планировок, которые реализуют положение генерального плана в практической плоскости. И все ошибки генерального плана переходят на проекты планировок. В проектной планировке точно так же сегодня разрабатываются подрядными организациями проектными, рассматриваются вот в этом департаменте градостроительства главным архитектором города. Дальше принимаются, по сути дела, личные решения. Это неправильно. Они привели к тому, что сегодня уже имеет место, как выглядит город и какие сегодня решения конкретно, по конкретным объектам, по конкретным зданиям сегодня реализовываются, с которыми сегодня Архангельская организация заявляет свое несогласие с профессиональной точки зрения. Ну, обо всем конкретно подробно можно прочитать в СМИ, это везде написано в вашей претензии. А какие аргументы вы услышали вот от самого Бастрыкина? Вы знаете, ну, во-первых, должен сказать, что подобного характера решения нам даются очень нелегко. Для нас это событие не радостное. Для нас это очень печальная ситуация, очень грустная ситуация. И это ситуация, которая вот пришла к такой, привела вот к той сегодня, которую мы имеем. Мы не испытываем от этого никакой, мягко говоря, радости и энтузиазма. Напротив, все было бы, наверное, иначе, если бы Евгений Александрович проявил бы добрую волю в том, чтобы все-таки возобновить работу градостроительного совета, проводить профессиональные обсуждения наиболее значимых для горожан проектов на таком профессиональном обсуждении. И, собственно говоря, это в октябре прошлого года такое серьезное, большое, расширенное совещание собрания Союза архитекторов на общем собрании. Эта ситуация обсуждалась. Там наш коллега в этой полемике, в этой дискуссии, достаточно жесткой, бескомпромиссной, поддержал решение, что да, нужно возобновить работу коллегиального профессионального органа, который должен помогать мэрии принимать взвешенные и аргументированные решения. Ведь очень важный момент есть. Ведь этот орган, на самом деле, это помощник главному архитектору города. Я работал главным архитектором города много лет. До меня тоже был уважаемый Динаи Александрович Лишенко, работающий много лет. И мы знаем на своей шкуре, что называется, каково бывает давление и власти, и давление различных властных, так сказать, селительных структур, бизнес-структур, которые давят на главную архитектору города, принимая, в общем-то, понуждая его принимать решения, не всегда, так сказать, соответствующие интересам гражданского общества, но зато очень четко отвечающие интересам этих бизнес-структур, например. И здесь опоры на градостроительный совет как нельзя необходимы, потому что мы здесь союзники с главным архитектором города, мы союзники с интересами горожан, отставящих сохранение историко-культурного наследия, сохранение зеленых рекреационных зон и ничего другого. Но этот институт, так сказать, вот он отброшен в сторону. В октябре Евгений Александрович согласился с тем, чтобы возобновить работу этого совета, но в декабре последовали за этим решения конкретные, которые, так сказать, все это, в общем-то, привели к тому, к чему мы пришли. Фактические действия были прямо обратные. Во-первых, вынесен совершенно неприемлемым, неприемлемым ни по каким позициям, ни по этическим, ни по каким, значит, то, что проект планировки центральной части города, который был рассматривался в августе прошлого года на публичных слушаниях, он был направлен, значит, на переработку мэрии. И, значит, мы ожидали, безусловно, серьезные, так сказать, изменения в этот проект. Но в декабре этот проект внесен снова на публичные слушания главным архитектором города, подчеркиваю, значит, и он внесен без каких-либо изменений. Ну, возникает совершенно понятный вопрос. Зачем? Для чего это делается? При этом была договоренность достигнута, что сначала мы все-таки на градостроительном совете этот доработанный проект рассмотрим, и мы будем союзниками главного архитектора города в том, чтобы публичные слушания прошли успешно, и город принял профессиональный, взвешенный, интересный документ, позволяющий развивать центральную часть города в интересах всех горожан. Но этого не произошло. Произошло зачем-то в вынесении на публичные слушания проекта в той же редакции, и несмотря на возражения принципиальные, письменном виде, в том числе, так сказать, конкретные предметные замечания по этому проекту планировки, главный архитектор города вносит его на утверждение. Мы считаем это позицией совершенно недопустимой. У нас получается, что вот такой главный злодей у нас городской архитектор, а СМИ, однако же, с такими же претензиями выступают ко всем, к тем членам союза архитекторов, которые вот осудили действия как раз Вастрыкина. Ну, что называется, осуди и кто? Вот вы, наверное, читали все эти рассказывания. Ну, вы знаете, увы, к сожалению, значит, мы пока, ну, мы, в общем, ожидали, что будет вот такой, наверное, сначала эмоциональный какой-то всплеск, но мы рассчитываем и надеемся, что от эмоционального всплеска мы перейдем к конструктивному диалогу. И сегодня вот ответной реакцией, к сожалению, имеется только одно — шельмование, значит, обвинение во всех, так сказать, смертных грехах, каких только можно придумать, значит, членов Архангельской организации, меня в частности. Ну, я могу просто в этой части просто заметить, уважаемым горожанам, значит, о том, что, значит, авторы этих, так сказать, публикаций должны просто посмотреть на время, значит, временной период. Все, что, так сказать, мне сегодня предъявляется или, значит, в качестве, так сказать, того, что не тот судья, все это давно дела более чем минувших лет, либо тех, когда я уже давно там не работал. Я не работаю в мэрии уже 14 лет. Поэтому все, о чем мне сегодня предъявляется в качестве, так сказать, каких-то вещей, значит, к моей работе, не имеет никакого отношения, когда я работал в мэрии города. Да, вот на сайте мэрии Евгений Бастрыгин опубликовал свой ответ на действия Регионального союза архитекторов. И там есть такое утверждение, я зачитаю, существующее законодательство как раз стоит на стороне авторов проекта, поскольку административное лицо, в данном случае главный архитектор, ограничен в праве влиять на авторское решение, если оно не выходит за рамки градостроительной документации. При этом не нужно забывать, что авторы проектов несут за их реализацию персональную ответственность. То есть все претензии к авторам проекта. Какая функция архитектора города? Замечательно сказанная вообще формулировка, и она, в общем, все здесь раскрывает. На самом деле, потому что мы сейчас сказали о одном эпизоде, очень серьезном, который переполнил, что называется, «Чашу терпения Архангельской организации», а второй эпизод – это небезызвестный проект конкретного общественно-жилого комплекса, который сегодня строится на набережной Северной Двины. И Евгений Александрович сегодня говорит, что он не может влиять как административное лицо на проектные решения, если оно соответствует градостроительной документации. Но здесь как раз и зарыто, что называется, собака, заключающаяся в том, что тут можно уже полностью запутаться, и Евгений Александровичу надо понять и принять для самого себя решение, где он находится. Он – соавтор этого проекта, и он же автор проекта планировки центра города. Он один из соавторов этого проекта планировки центральной части города. В проекте планировки центральной части города закладывается строительство вот этого здания. Оно возможно, оно допустимо, но габариты и его характеристики, занимая всю территорию участка, огромной высоты, неприемлемой, по мнению наших уважаемых членов Архангельской организации, девятиэтажные комплексы, а в сути дела там вообще-то 10-11 этажей, если переменить к объектам гражданской типовой застройки. Вот это огромное, колоссальное по высоте здание, по мнению Архангельской организации, когда обсуждался проект планировки, неприемлемо по своим высотам, и недопустимо здесь его размещать. Эту позицию, так сказать, эта позиция здесь чиновникам, как главным архитекторам города, отметается, значит, хотя он имеет все возможности влиять на эту ситуацию, зато, значит, как автором, значит, она принимается прямо обратно. Запутались? Значит, есть решение очень важное, серьезное об историко-культурном наследии города Архангельска. Сегодня завершен, по сути дела, очень серьезный документ под названием «Проект зон охраны центра города Архангельска». Это очень сложный, тяжелый документ, разрабатывался много лет. В нем было масса, к нему было масса претензий и замечаний. Но Министерство культуры Архангельской области, которое является разработчиком этого проекта, проводило профессиональные коллегиальные обсуждения этого проекта с приглашением, в том числе и Евгения Санча, мэрии, где очень жестко и четко была однозначно поддержана позиция научно-методического совета при Министерстве культуры об ограничении этажности по этому объекту. Эта позиция, значит, зафиксирована. И сегодня Евгений Санч, к сожалению, пошел на ту ситуацию, когда он в интересах конкретного застройщика игнорирует, так сказать, мнение научно-методического совета по этой части зон охраны, хотя в целом мэрия согласовала этот проект зон охраны, в целом, подчеркиваю, замечания все были сняты, что было подтверждено на этом совете. И сейчас он готовится к утверждению. Вот налицо ситуация. С одной стороны, говорит, не может влиять, а с другой стороны, как же не может влиять, если ты сам являешься соавтором в этом проекте. Ну вот, а вы, у меня вопрос уже к вам, как к главному архитектору области. Вы-то можете приостановить вот эти действия? Архамдец застроен торговыми центрами, самое сердце города можно, да? Только нам разводить руками, вот смотреть на это и потом же... Вопросы планировки и застройки, это вопросы исключительно являются прерогативой местного самоуправления, компетенции органов местного управления и негоже исполнительной власти, значит, действительно вторгаться вот так жестко, значит, диктовать органу местного самоуправления, что и где он должен строить и как. Торговые центры тоже нужны, но в каком качестве и в каком объеме и где они должны располагаться, вот это все должно носить какой-то здравый, совершенно понимаемый смысл. Мы не понимаем, откровенно говоря, когда на месте ликвидированных, к сожалению, к нашему горе и несчастью трамвайного парка, троллейбусного парка, сегодня, значит, размещаются, проектируются и строятся торговые центры. Мы лишаемся перспективы транспортного развития Архангельска. Архангельск утратил, так сказать, электрический общественный транспорт. Последствия все эти мы сегодня каждый день все вместе ощущаем, негативные. Но зачем там строить эти торговые центры? Вот этот маленький театр кукол, который с двух сторон уже просто выжимается вот этими огромными торговыми центрами, это ведь, наверное, тоже как-то стилистику нарушает города? Ну, кстати говоря, пример вот этого объекта, значит, как раз, значит, на наш взгляд, значит, он один из немногих объектов, который вполне, в общем-то, мог бы быть. И он рассматривался в свое время на градостроительном совете. Почему у него есть определенная архитектура, которая так или иначе как-то корреспондируется со зданием театра кукол. А вот если мы возьмем, например, здание торгового центра огромного, который сегодня строится на Воскресенской улице, обводной и поморской, то вот этого проекта никто не видел. И то, что сегодня он облицовывается вот этими сэндвич-помейнерами, значит, страшными серого цвета, ну, вызывает не у горожан и у профессионалов, в общем, оторопь, самую настоящую. Как это можно? Остановить мы это уже не можем. Мы, то, что сегодня уже строится, трудно остановить, безусловно. Но то, что находится на уровне котлована сегодня, как вот этот общественный жилой комплекс на набережной, его, я считаю, что его надо доработать, этот проект. И строить там можно, но надо снизить этажность. Вот это очень важно для того, чтобы не потерять набережную, не потерять ту, так сказать, градостроительное решение Архангельска, который рос от набережной дальше вглубь города поэтажности, открывая, так сказать, панораму города. Да, вот тоже много вопросов, вернее, споров о многоэтажности, одноэтажности. Вы за какой Архангельск? Или так, однозначного нет ответа? Архангельск, он очень большой все-таки город, и он не может быть однозначно восприниматься только как город малоэтажной застройки или это, значит, новый Нью-Йорк. Ничего такого не может быть. Для разных территорий должна быть разная этажность, разные подходы, безусловно. Вот для этого и требуется все-таки то, что мы говорим. Необходимо, чтобы все-таки обсуждение градостроительно значимых проектов шло на самом широком публичном уровне и имело профессиональную оценку. Это очень важно. Это сегодня отсутствует. И, к сожалению, наш, значит, главный архитектор города сегодня еще раз, так сказать, очень четко, публично заявил о том, что ему градостроительные советы не нужны. Вот эта позиция, значит, совершенно не соответствует просто сегодня и веянию времени, и, так сказать, тому, что сегодня нам говорит руководство страны, и мы с этим абсолютно солидарны, с тем, что сегодня нужно идти навстречу обществу, нужно учитывать мнение людей, а не отворачиваться от них. Тем более, это мнение, значит, если еще основано на позиции профессионального сообщества. Но здесь должна решать мэрия города, нужен городостроительный совет, городу не нужен, да, или все-таки, или сам архитектор. Мы настойчиво предлагаем и вновь, и вновь мы будем, значит, об этом говорить. Если нас гонят в окно, мы пойдем в форточку, образно говоря о том, что мы всегда были и будем оставаться по отношению к мэру города и к мэрии в целом только в конструктивном диалоге. Другого просто пути нет для того, чтобы разрешать общие задачи совместные. Поэтому мы предложили мэру города создать общественный градостроительный совет при мэрии города, именно при мэрии, поднять статус этого совета. И не только туда надо приглашать архитекторов профессиональных, значит, но мы считаем, что очень важно будет в таком совете мнение наших авторитетных горожан, историков, деятелей культуры, авторитетных публичных людей, которые всей своей репутацией, своим служением Отечеству доказали, что они являются нашими союзниками и кто неравнодушен к судьбе Архангельска. Поэтому такой совет, мы считаем, что он нужен. Мы ожидаем, что в этом плане отказываться от такого решения, на мой взгляд, неправильно. Такие советы работают в Нижнем Новгороде, в Ульяновске, в Москве, в Санкт-Петербурге. И они дают реальный результат этой работы. Ну вот строится в Архангельске Михайло-Архангельский кафедральный собор. Вы ведь тоже соавтор этого проекта, да? Тоже было очень много споров о месторасположении собора, однако же выбраны вот около морского речного вокзала. А почему именно это место? Действительно, много лет шла вообще подготовительная работа по строительству этого собора. И она начиналась именно с выбора места. Участок, так сказать, было много позиций. Безусловно, историческая справедливость, казалось бы, требует вообще, так сказать, того, чтобы он был построен на своем историческом месте, на месте утраченного Троицкого кафедрального собора. Место драмтеатра. Да, место драмтеатра. Но тогда мы уподобляемся, собственно говоря, тем людям, которые в свое время уничтожили собор. К сожалению, к несчастью нашему на этом месте, мы ничем от них не отличаемся. Нельзя лишать Архангельск, так сказать, одного из очагов культуры, значит, признанного авторитетного сегодня, который, слава богу, наконец вдохнул новую, в него вдохнули новую жизнь после многолетней реконструкции, он теперь живет. Это одна позиция. Вторая позиция была найти площадку, которая бы устраивала всех, и в то же время она была в центре города. Была выбрана такая площадка на месте, значит, на участке за Макаровской баней, там, где сейчас строится одно из административных зданий, кстати, не самых плохих, которые строит Аквилон Инвест, которое, по моему мнению, например, как раз очень неплохо там размещено по этажности, по габаритам, по архитектуре, с профессиональной оценки. Но там в свое время проектировалось здание речного вокзала. И вот этот участок тогда, собственник этого участка уступил, значит, епархии для строительства кафедрального собора. Мы провели там конкурс очень серьезный на выбор проекта архитектурного для строительства собора. Он был проведен успешно, был выбран проект, но на тот момент епархия пришла к выводу о том, что нужно искать другой участок. И началась очень тяжелая, непростая работа по выбору нового варианта участка. В конце концов, благодаря той концепции, которая была разработана на размещение нового кафедрального собора нашим уважаемым мэтром Вадимом Михайловичем Киберевым, именно по этой концепции была выбрана новая площадка на, так сказать, створе улицы Ваучейского, на набережной. Ну, сегодня, когда появилась улица Ваучейского, когда мы ее, наконец, так сказать, почти завершенно имеем, кроме вот этого участка, где городской рынок, который еще нуждается в реконструкции, конечно, и освобождении от рынка. Вот это сегодня решение как бы демонстрирует, что это решение было более чем аргументированным и сбалансированным. Мешает в этом решении градостроительной, как бы в раскрытии собора, конечно, большое очень такое здание советского периода северно-морского пароходства. Вот этот кирпичик, стоящий над торцом, конечно, диссонирует сегодня с собором. Поэтому при разработке проекта собора пришлось очень долго работать над его габаритами, над его предельно возможными размерами, для того, чтобы, так сказать, собор не потерялся на этой площади. Но он будет доминировать по высоте, да? Да, собор будет доминировать, и он должен эту позицию занять. Поэтому он мог быть несколько других габаритов, но вот здание пароходства потребовало от нас, так сказать, более значимых габаритов. Вы сейчас удовлетворены, что вы правильное место выбирали? Да, сегодня собор строится, и, конечно, значит, я в данном случае, как человек, который ходит в храм, который, значит, так сказать, для которого правящий архиерей является, так сказать, лицом духовным, так сказать, духовным отцом, значит, я, безусловно, в данном случае должен был, так сказать, в конечном итоге принять ту позицию, которую приняла епархия, тем более она основывалась на той концепции, которую сделал Вадим Михайлович Киберев. Поэтому, когда мне предоставилась возможность осуществить проектирование этого собора, мы все эти моменты учитывали. И, наверное, последний вопрос. Несколько слов о том, как, на Ваше взгляд, в каком направлении должна развиваться градостроительная мысль в Архангельске? Каким бы вы вот видели наш город? Архангельск нуждается в решении очень серьезных, колоссальных стратегических вопросов, которые сегодня находятся в сфере, так сказать, ну, может быть, каждого третьего или четвертого архангелогородца. У нас огромное количество ветхого аварийного жилого фонда, колоссальное количество. Эта ситуация неприемлема, недопустима. Сегодня нужны градостроительные решения, которые должны обеспечить снос всего вот этого ветхого аварийного жилого фонда. Надо сделать Архангельск цивилизованным городом, надо людей вывести из бараков. Вот это первые колоссальные по своей значимости задачи, которые нужно решить. В то же время эта задача должна решаться теми инструментами, которые, так сказать, не являются заведомо неисполнимыми, которые никогда не будут реализованы. Не надо заниматься утопическими идеалами, значит, пытаться, так сказать, в идеализме, так сказать, представлять какие-то варианты. Время ушло массового такого жилищного строительства, когда, так сказать, можно было намывать колоссальные территории для микрорайонов. Поэтому Архангельск не должен развиваться экстенсивно. Генеральный план города именно это предлагает. Строить новые жилые районы, в том числе на городских свалках, за окружной дорогой. Это маниловщина в чистом виде, которая неприемлема, о которой мы много раз говорили. Это путь в никуда. Значит, пока мы ждем этого светлого будущего, значит, бараки рассвалятся сами по себе, люди окажутся на улице. Ситуация неприемлема. В этой части нужно это решение перерабатывать. Вторая позиция — это транспортные составляющие. Об этом мы много раз говорили. С одной стороны, опять-таки, в генеральном плане заложена масса замечательных, красивых решений по новым транспортным магистралям, но они идут вдали от города, обходят там Юрос, еще где-то. Зачем? Когда сегодня нужно решать задачи расширения и решения транспортных развязок непосредственно в городе. Вот сейчас федеральная дорога реконструируется, подходит к железнодорожному мосту. А что дальше? Сегодня весь Северодвинск и весь Архангельск, значит, стоит в пробке на этом железнодорожном мосту. Проблема, проблема колоссальная. Касается она каждого второго или третьего. Это огромная проблема. Решает эту задачу генеральный план? Нет, не решает. Ни на одну грамм не решает. Значит, и попытки не было решения этой задачи. Какое должно быть решение? Расширение реконструкции этого моста или, значит, строительство рядом еще одного моста. Но над этим надо было работать. И можно вынести это и на публичные? Конечно, это и нужно выносить на публичные. Это только проект. Генеральный план — это документ общественного согласия. Это документ общественного согласия гражданского общества, которому в этом городе жить. Здесь должна быть помощь профессионалов, на которые нужно опираться, но не отталкивать ее. Вот та ситуация, с которой мы столкнулись и которые на протяжении многих лет мы пытались, так сказать, уговорить нашего коллегу работать вместе с союзом, работать вместе с профессиональным сообществом. Ну вот мы видим тот результат, который мы видим. Ничего не поздно еще вернуть. Для этого нужно сделать те шаги, которые мы предлагаем мэрии. И доброй воли. И работать в конструктивном диалоге друг с другом. Спасибо большое вам за откровенный разговор. Ну и совсем немножко в завершении Блиц. Москву называют была каменной, Санкт-Петербург гранитной. Макархангельскую вы можете подобрать такой эпитет? Ну, вы знаете, уже есть эпитеты, которые горожане уже, так сказать, которые на слуху. Я с этими эпитетами не согласен. Например, Архангельская столица Пазиков. Вот сегодня то, что мы... Вот то, что слышат, то, что горожане сейчас подтвердят. Значит, но я считаю, что это не та оценка, не тот эпитет, который можно было бы применять к Архангельску. Архангельск будет жить дальше, и у него будут, я думаю, столетия и столетия, так сказать, полноценной нормальной жизни. И поэтому сиюминутно вот сегодня, да, значит, применительно к тем проблемам, которые в Архангельском центре есть, в областном, я бы не стал вот сейчас пытаться искать этих эпитетов. Давайте дождемся решения принципиально. И сами сделаем те шаги для того, чтобы решать принципиальные проблемы наших горожан, а тогда можно будет и говорить аппетит. А так мы будем навешивать ярлыки. Вот я против этих ярлыков и подобных эпитетов. А самые любимые места в Архангельске или в Архангельской области? Ну, их много. Архангельская область многообразна, она потрясает по своей, на самом деле, местам, красоте. Здесь много еще заповедных мест, о которых можно долго и много говорить. И это и Устьянский район, это и Онега наше, это и Соловки, это и Холмогоры с его окрестностями. Поэтому на самом деле у нас чудесный край и замечательные люди, что самое главное. Знаете, мир красят люди, которые живут вот в этих вот районах, в этих деревнях. А в Архангельске у меня тоже есть свои любимые места. Ну, сегодня мое второе место работы — это кафедральный собор. Я занимаюсь его строительством. Это большая работа, которую мне приходится вести, я ее делаю. Не буду ее вести, пока будут силы, не на один год. Значит, поэтому для меня, конечно, сегодня это то место, где я сегодня и работаю, и отдыхаю душой. Это, наверное, уже вот та мечта, которая исполнилась. А есть мечты, которые есть еще у главного архитектора области? Ну, знаете, сегодня, вот как ни странно, но есть такое желание очень большое вернуться к некоторым тем своим привязанностям, которые были и раньше существовали. И сегодня у меня появилась такая возможность в тесном сотрудничестве со скульпторами. Вот удалось сделать одну такую замечательную работу, как памятник Кузнецову. Эта работа сделана была скульптором Чарапкиным, Иваном Ивановичем Московским, значит, Вадимом Михайловичем Киберем и вашим покорным слугой. Значит, вот в этом тандеме нам удалось реализовать ту мечту о том, что в конце концов нашему заслуженному флотоводцу надо поставить, воздать, так сказать, историческую дань ему, его, так сказать, заслугам, значит, в нашем славном прошедшем периоде. В прошлом году вот эта тема начала развиваться дальше с монументальным искусством, поэтому нам удалось вместе мне с Сергеем Никановичем, нашим замечательным скульптором Сюхиным, который меня пригласил к этому сотрудничеству, нам удалось сделать на благотворительной, подчеркиваю, безвозмездной основе, это делается и так делалось и на памятник Кузнецову, нам удалось сделать памятник поморским женщинам. Следующим был памятник Ширгину, который тоже, значит, с помощью одного из наших меценатов, так сказать, удалось осуществить строительство, установку такого замечательного памятника. И что нам ждать еще? Ну, есть еще планы в этом нарушении, мы надеемся, что будем удивлять, в хорошем смысле слова, будем удивлять. Сейчас мы работаем с Сергеем Никандровичем над очень большим, сложным, ответственным проектом по полигону Новая Земля. В этом году исполняется 60 лет с того момента, когда на полигоне Северной Земли, на этом атомном полигоне, так сказать, прозвучали первые атомные изрывы. За этим полигоном стоит, в общем-то, огромная работа тысячи и тысяч людей, которые потеряли, многие из которых потеряли здоровье, но которые обеспечили сегодня наше, что называется, светлое будущее. Мы, так сказать, смогли, так сказать, атомную энергетику обуздать. Мы смогли, так сказать, вооружить нашу страну, значит, атомным оружием. И это сделано благодаря огромной работе, которая была проделана на Новой Земле. То есть там планируется какой-то монумент? Да, там будет построен монумент. Мы сейчас работаем над образом этого монумента. И очень надеемся, что нам удастся в этом году эту работу сделать. Значит, вы не сидите без дела? Нет. Хорошо. Спасибо вам большое, что пришли, поделились своими мыслями. Спасибо. В программе «Такие дела» принимал участие Дмитрий Яскорский, главный архитектор Архангельской области и член правления Архангельской региональной общественной организации «Союза архитекторов России». Француз Стендаль в XIX веке высказал свои наблюдения. Модное здание через 10 лет утратит молодость и станет устарелым. Оно сделается менее неприятным на глаз через 200 лет, когда мода забудется. Ну, скорее всего, так и будет, но все же хочется, чтобы здания, как сказал Пол Тайри, были хорошими соседями для человека. Вот такие дела. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok